Возможно, зарегистрировать партию в России и впрямь будет проще. Во всяком случае, это обещают власти и перераспределяют функции между ведомствами. Из-за обязанности Минюста её отдают налоговикам. Но самое главное, регистрация становится фактически уведомительной. Так ли всё просто? И не станет ли либерализация в очередной раз пшиком? Александр Медведев пытался разобраться, Саша. Да, лишь спасибо, действительно пытался. Правительство собирается унифицировать процедуру государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций. И поэтому поменяются правила и для партий. Об этом пишут сегодня коммерсанты газеты РУ. Поручение Минюсту дал первый вице-премьер Игорь Шувалов ещё летом прошлого года. А базой для унификации стал закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вот поэтому единым регистратором для всех должна стать Федеральная налоговая служба. А следить за соблюдением законов будет прокуратура. Она же будет при необходимости и запрещать партии и другие некоммерческие организации. В этом году, напомню, Минюст отказал в регистрации Паранасу и другой России. Суды эти решения поддержали. По действующим законам все партии и общественные движения регистрируются в Минюсте и становятся на учёт в налоговой. А правонадзора у прокуратуры тоже сейчас есть. Но новый порядок всё-таки выглядит на бумаге более либеральным, чем нынешний. Регистрация становится фактически уведомительной. И налоговики должны в течение пяти дней внести любую новую организацию в единый реестр государственной регистрации юридических лиц. Сейчас Минюст рассматривает документы некоммерческих организаций 14 рабочих дней, а документы от общественных объединений месяц. Отказать партиям по новому порядку могут, если предоставлены документы с нарушением или нарушены, допустим, сроки. Если название или символика партии не соответствует закону. Причём профсоюзам отказы вообще предполагается запретить. Из перечня оснований для отказа в регистрации политических партий предлагается, в частности, исключить и пункт о противоречиях в уставе партии, конституции или федеральным законам. Кроме того, налоговики не будут разбираться, правдива ли информация в предоставленных документах. Этим должны заниматься по запросу силовые ведомства. В действующих оппозиционных партиях КПРФ и правом деле к новому порядку отнестись скептически. К установившимся правилам все привыкли и понятно, что ждать от Минюст, а вот как поведёт себя налоговая служба, непонятно. Там ведь нет специалистов по партиям. К тому же найти запятую, чтобы придраться, может любой орган власти. Кроме того, может получиться так, что уже зарегистрированные некоммерческие организации начнёт массово закрывать или наказывать прокуратура. Реакция оппозиции на это пока неизвестна. Мне удалось дозвониться сегодня только до Бориса Немцова. И он об этих новых правилах пока ничего не слышал. Спасибо, Александр Медведев.